Митинг Давайте будем считать, что митинг, посвященный теме назначения, незаконного назначения Трапезникова на пост главы города и главы администрации города, будем считать открытым, чтобы не провоцировать правоохранительные органы и органы власти к насильственным действиям против вас, жителей Калмыкии. Так что, пожалуйста, прошу вас придерживаться данного регламента и порядка, естественно. Если вы увидите, что кто-то в вашем окружении начинает вести какие-то провокационные действия, если в вашем окружении окажутся выпившие люди, пожалуйста, давайте знать нам или работникам полиции. Таких людей нужно выводить за периметр нашего митинга, чтобы они не создавали проблемы, присутствующие на этом митинге. Здравствуйте, все земляки, здравствуйте, калмыкии и люди другой национальности, которые поддержали нас и пришли на этот митинг. Я вместе с Батыром Барамагнаевым подавал уведомление о проведении данного митинга и, естественно, являюсь одним из организаторов его. Я хочу поблагодарить всех, кто сейчас сюда пришел, а также поблагодарим, конечно, тех, кто придет немного с опозданием. Очень приятно, что вы все поддержали наших молодых ребят, ведь эту всю инициативу, вот этот протест против незаконного назначения пришельца, это организовали наши совсем молодые ребята. Надо им отдать должное. Давайте им поаплодировать. В соцсетях уже несколько, больше недели идет обсуждение этой проблемы и масса людей нас поддерживает. Масса просто. Я понимаю, что люди, которые пишут свое мнение в соцсетях, не всегда находят себе мужество выйти сюда, на митинг, встать здесь рядом с нами. Но те, кто это сделал, сделали по зову своей совести, я в этом уверен. Сделали это искренне и сделали это, беспокоясь о судьбе нашего города. Кто такой Трапезников, нам известно только по информации из социальных сетей. Та короткая информация, которая была опубликована в официальной прессе, она вызывает массу вопросов. Во-первых, три диплома, полученных практически за полтора года. Такого вообще не бывает в природе. Во-вторых, его изгнание или его уход из ДНР. Вот вопрос, понимаете, элементарный вопрос. Человек был вторым лицом в республике. И когда убили первое лицо, а его назначили исполнять обязанности, и назначили там законно, потому что он был вторым человеком, он оттуда через неделю уехал. Вы понимаете? Человек удали все в руки, а он уехал. Понимаете? От хорошего же не убегают. Или не убегают, если ты ни в чем не виноват. Уже вот эти факты ставят под сомнение эту фигуру. И поэтому, я думаю, я на этом свое выступление заканчиваю. Я думаю, остальные выступающие, те, кто будет сюда выходить, выскажут свою точку зрения. И нашу общую позицию мы выразим в своей резонюции, которую отправим и Бату Сергеевича Хасикову, нашему главе, и отправим в администрацию президента России. Спасибо за внимание. Будем добиваться отстранения трапезников, пока не добьемся этого результата. Мы знаем, как это сделать. И надеюсь, что власти видят, что мы можем добиваться результата. Мы призываем власти прислушать их к нашей резолюции. У вас есть еще шанс все исправить самим, сохранить репутацию и все вернуть, отыграть назад. Иначе мы будем поступать так, как считаем нужным, в рамках закона. Но мы, если вы не выгоните трапезников, мы изменим систему. То есть мы будем тогда избирать по другой системе. Мы просто выпьем почву из-под наших ног. Нас заботит репутация города. Нам не нужны, повторюсь, то, что я говорил раньше, нам не нужны подфелье, эти кресла и все прочее. Нас заботит репутация города. Нам нужно уважение. Мы уже устали от всех этих клоунов, которые постоянно что-то там обещают и все прочее. Когда-то это должно было случиться. Это недовольство накопилось, и сейчас оно прорвалось. Нам говорят, где вы были раньше. Да раньше где-то у каждого своя жизнь была. Сегодня вот так случилось, вот так сдетонировало. Вот эта вот фигура, просто это уже крайнее неуважение. Я расценил это как оскорбление. Я буду добиваться его отстранения всеми законными способами, всеми возможными. Мы будем работать как в формальном поле, так и неформальном. Мы будем работать как в соцсетях, так и в общественной и прочей жизни. Всеми способами мы будем достигать свои цели, и мы это сделаем. Спасибо вам всем. Меня зовут Чучеев Увар. Би-и-ху-лан-гэсэ, башут-ан-насэ. Что хочу сказать по поводу личности трапезникова Дмитрия. Вот как сам ход событий лично для меня происходил. Нам его представляют как исполняющего обязанности. И при этом ничего не говорят. Кто он, какие у него заслуги. Что я делаю, в первую очередь. Захожу в интернет, и что я вижу? Поток негативной информации. Конечно, я понимаю, что интернет это неправда в последней инстанции. Но у меня убывает то, что при всех этих отзывах ни одного нет хвалебного отзыва. Ни одного человека, кто бы похвалил его. Ни одного. Лично для меня такой вывод. Либо таких людей нету, либо они почему-то скрываются. Во-вторых, я хочу сказать, что наша позиция должна быть, во-первых, на законных основаниях не прибегать никаким всяким незаконным действиям, чтобы мы вели себя культурно и с уважением. Также прозвучало то, что трапезников Дмитрий, он является, во-первых, не являлся гражданином Российской Федерации, а гражданином сепаратистской республики. Ну, в данный момент непризнанной, будем так говорить. И я не считаю, что этот человек с такой репутацией может вести наш город к какому-то светлому будущему. Я так категорически не считаю. Возможно, кто-то со мной не согласен, пусть выскажется в его защиту. Но я лично ни разу еще не слышал каких-то конкретных доводов. Хотел еще высказаться по поводу того, что мы все какие-то марионетки, находимся под чьим-то влиянием. У нас есть дирижеры. Хочу вам так сказать. Лично у меня есть дирижер. Это народ. Это воля народа, его желание, его отчаяние. Как глаз, когда я иду по улице, я вижу лица родных людей, своего народа. Вижу детей. И я считаю, что ради этого стоит какие-то действия предпринять. Я очень надеюсь, что все эти действия приведут к какому-нибудь результату. Холингут! Холингут угар! Холингут угар! Добрый день, дорогие участники митинга. Я приехал к вам с города Паряйчин, Новгородской области. Это Великий Новгород. Специально, чтобы поддержать ваш митинг. Когда от меня отобрали право отстаивать интересы своих земляков, я часто езжу по стране и смотрю, как относятся люди к власти. Был во Владивостоке, в Архангельске, в Петрозаводске, в Ядрово. Наши Еси, если вы слышали про такое, совершал мелопробок в Боровичи Севастополь. И везде люди плохо относятся к назначенцам. Как вижу, и у вас против этого сегодня собрался митинг. Жизнь показала, что жулики и воры могут провести через депутатов любого человека, который их устраивает, но который не устраивают люди. По конституции у нас власть принадлежит людям. Поэтому выборы глав городов и районов должны быть всенародными. Голой власть бюрократов достраствует избранники народа! Я даже перейдив с однокурсницей, которая живет в Донецкой республике, сказала, что к нам какой-то приехал трапезников. Она очень удивлена тем, что какой-то трапезников, говорит, да он, ну, плохо, конечно, о нем отозвалась, говорит, гоните его в шею, она сказала. Я думаю, мы должны это сделать. Ему здесь не место. Это первое, что я хотела сказать. И Бату Сергеевичу зря он начал свою работу вот именно вот так, со скандалом, со снародом. Ему нужно поддержать свой народ, а не подножку ставить. Мои сестры, которые находятся далеко за пределами республики, в фейсбуке очень много ребят, которые живут в Америке, они все нас поддерживают. Они против этого трапезника. Они говорят, неужели в таком большом городе нет своих людей? Они были и есть, и мы должны их найти. И еще хотела добавить, просто меня не было в тот момент, когда был митинг, и когда выступал Чемид Жангая, ВДВшник, который ничему не стоит поставить под ногу, под ножку другу, и которому он неспокойно и выстрелит в спину. Он большой должник. Мой сын отдал ему 33 головы скота, крупного рогатого. По сей день он их не вернул, телефон поменял, двери не открывает. В прошлом году, летом, я его, я узнала только в прошлом году, и летом поймала Чемида на рынке и сказала, он осенью вернул, вторая осень, жду. Я думаю, в интернете, между прочим, возбуждено уголовное дело, как он прошел в депутаты, это тоже надо подумать, в какой команде он был. Давайте все против трапезника, он нам не нужен! Спасибо! Меня зовут Вадим Габунов, мне 51 год. Я прожил в этом городе всю жизнь. И все, кто здесь меня знает, кто знает меня лично, знают, скажут, что я никогда не участвовал в этих политических движениях, ничего такого никогда не было. Но сегодня я просто не мог прийти на этот митинг, потому что хочу высказать то, что накипело. Наш калмыцкий народ на протяжении всей истории, объединенный в одно государство, объединенный под одним сильным лидером, создавал империи, завоевывал империи. Такие империи, как Маде, империя Хунну, Атила Гунны, Бабур, под знаменем чего создалась империя великих моголов в Индии, Чингисхан, объявленный человеком тысячелетия, последняя наша калмыцкая, айрат-вангольская орда, которая погибла за счет того, что внутренние расприи, внутренние войны развалили наши все империи. Вернемся к сегодняшнему дню. Мы тут сейчас собрались, обсуждаем этого Трапезникова. Трапезников это, не знаю, кто такой Трапезникова, что этот Трапезников, но смысл-то в другом. Смысл в том, что, говоря сейчас о Трапезникове, мы ставим под сомнение авторитет нашего лидера, Бату Гасикова, который под Эджиндун, который выходил на ринг, побеждал под флагом Калмыкии. Я вот сейчас тут вижу какие-то непонятные флаги, яблоко, еще какие-то флаги. А с флагом под Эджиндун, калмыцким флагом, выходил в Бату и побеждал. Я хочу, чтобы, если есть в этом, на этой площади люди, которые меня поддерживают, есть или нету? Бату мы поддерживаем или не поддерживаем? Наша история, неужели не показывает нашему, тут историки выступают, выступают, выступают много народу, неужели когда мы не понимаем, что когда мы едины, когда наш народ одним кулаком делает общее дело, тогда только мы побеждаем. А когда проходят вот эти, вот эти непонятные движения, там, развалы, вот эти, и смотри, хавают изнутри, халюбу, халюбу, сегодня в республику идут миллиардные инвестиции, хотят строить, хотят строить спортзалы, хотят строить, хотят строить спортивные залы, хотят аквопаркеры строить, есть люди, которые меня поддерживают или нет? Есть или нету? Нет, нет, уходи! Мы недавно только выбрали этого президента. Уходи! Недавно выбрали этого президента, сейчас мы здесь собираемся. Уходи давай! Подожди, дайте мне договорить. Уходи! Вы, когда полныки, вы едины, когда вы, этот трапезник, это повод, повод, раскачать автолитет по ту... Уходи! А вы не понимаете? Уходи! Уходи! Кто меня поддерживает? Уходи! Уходи! Бату, Калмыкия, Единство! Я призываю всех, кто меня поддерживает, 3-го числа, 3-го ноября, прийти в поддержку Бату Хасикова. 3-го ноября я вас всех жду, покажу, поставлю жилью точку на этих митингах. Никогда я не участвовал в политике движения. 3-го ноября, 12-го числа, Бату, Калмыкия, Единство! Бату, Калмыкия, Единство! Я не знаю, что этот человек заводился тут. 3-го ноября, если действительно хочет людей собрать, пусть приходит. И если я туда приду, пусть он мне даст слово тогда. Мы же ему слово дали. А теперь я предоставляю слово Гилянтику Удикова. Бату! 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 Здравствуйте, уважаемые жители и гости столицы. Хотелось бы сказать, что я, может, не представляю мнение всей молодежи республики Калмыкия, но я не боюсь сказать свое мнение перед вами, потому что мы единый народ. И я надеюсь, вы меня поддержите. Давайте, если вы меня слышите, пусть услышат все. Вы меня слышите? Поднимите руки, кто меня слышит. Давайте вместе кричим. Это наш город! 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 Сейчас у нас собралось очень много. Мы сейчас в прямом эфире, да, в инстаграме. Социальные сети для нашей молодежи. Это самый актуальный источник информации. Я надеюсь, что и взрослое население нашего города смотрит эфиры. Я хочу сказать, что делитесь информацией. Мы не против кого-то, да, конкретно, там, по личности ходим. Мы конкретно, вот здесь транспарант большой висит. Мы против Крапезникова. Я считаю, что у нас много достойных представителей из города, из республики в целом. Но ни в коем случае, мне писали в инстаграме, однокурсники, там, друзья, товарищи пишут. Это из-за того, что он русский? Ни в коем случае. Это из-за того, что он, не знаю, из Украины? Ни в коем случае. Не в этом дело. Я хочу сказать то, что не важно, какой национальности. Главное, если бы у него, как правильно сказал Иван, да, если бы у него была репутация хорошая, если бы он поднял какой-то регион, республику или еще что-нибудь, то мы бы узнали об этом, правильно? А если одна негативная информация льется, кого они пытаются обмануть? Это как будто волна провокации идет. Реально против народа. Вот реально. Они сожрут все. Но мы не такие. У нас есть глаза, есть уши, есть великая сила интернета, которая сейчас объединила нас здесь, на этой площади. И я считаю то, что мы в силах исправить ситуацию в городе. Вместе мы сила. Мы один народ. С великим прошлым. И со светлым будущим. Я верю в это. Если мы, молодежь, сейчас будем молчать и бояться запугиванием, это все слухи, да, ходят, то, что отчисляться университета, выгоняться работы, это все бред. Я недавно с представителем университета разговаривал, студенты, если есть здесь, на площади. Я хочу сказать, никаких отчислений не будет. Это все провокации. Это все запугивание. Понимаете? Я сам студент КГУ. Я честно скажу, да? Я не боюсь. Ну, как меня отчислят? На каком основании? Вот, вы все меня увидели, услышали, да? Николай Киляндиков. Мне 31 год. У меня недавно родилась дочка. Я вижу все проблемы города. Я хожу пешком по этой земле, по этому городу. Я родился здесь. И вот эти вот все сейчас работы, которые начались, это все не заслуги Трапезникова. Это правительство должно было сделать ранее. Но сейчас... Но сейчас пытаются все сделать, к этому человеку подвести. Понимаете? Вы понимаете это, народ? Да! Вот, так давайте не дадим себя обманывать. Любой другой человек с высшим образованием, представители Республики Калмыкия, сможет также по листочку прочитать все и презентовать. Так что давайте поддерживать своих. Голливуд! Ура! Много было разговоров про провокации. Сейчас вы видели, что попытка такая была настроить нас против Бату. Кричали сейчас, скандировали Бату. Я готов с вами покричать. Давайте, кто хочет, покричите за Трапезникова. Есть такие люди, кто хочет поскандировать Трапезникова? Давайте, говорите. Где вы? Если нет, тогда продолжайте молчать и все. Здесь тема Трапезников. И сегодня я также прошел поддержать всех тех, кто осмелел сегодня наконец-то и может говорить правду. Можно много сегодня говорить о том, что кто-то пиарится на этом мероприятии, что кто-то хайпится и ради хайпа, ради пиара на этом скандале популяризируется, свое там продвигает какое-то. Мы, ну, я согласен с этим, но я хочу сказать, мы все отчасти в какой-то степени на этом всем пиаримся, да? Только единственная разница, кто-то говорит правду, а кто-то лжет, а кто-то отмалчивается. Поэтому, друзья, я сегодня за правду. И, возможно, я чего-то не понимаю. Возможно, пусть, как многие говорят, что я сегодня ведомый или за кем-то ведущий, но я, нам по телевизору говорят, либо черное, либо белое, да, как говорила Александра Манджиевна. И вот я сегодня вижу, либо черное, либо белое, у меня нету между. Поэтому я сегодня тоже еще одну правду хочу сказать перед теми, дорогие друзья. От лица творчества людей у нас крайнее возмущение к администрации многих районов и вообще нашей республики, потому что нам после некоторых событий запрещают выступать на площадке Калмыкии. Я хочу, чтобы вы знали, я хочу поднять еще одну правду про Дмитрия Шараева, про своего друга, которого вы все видели прямо в эфир. И я хочу сказать, что информация о том, что ему запретили выступать на одном из мероприятий Калмыкии после этого эфира, подтверждается. И это действительно так. И Дима сегодня очень омрачен тем, что происходит. Это происходило в одном из поселков, где открывали памятник великому полководцу Чингисхану. И эти люди, которые себя меняют потомками Чингисхана, которые пригласили Диму выступать для народа, они боятся, боятся просто поднять голову и дать возможность человеку выступать народному, джангарчить для народа, выступать в пользе с административным ресурсом. Вот такие вот у нас потомки Чингисхана есть на нашей земле, друзья. Я хочу возбудиться этому сегодня. Я уже полтора года не имею возможности выступать на площадках нашей Калмыкии, везде, где какие-то административные мероприятия происходят. И еще раз хочу сказать, вы можете много говорить о том, что мы молчали при Аконе, при Орлове и все, при всех остальных. Я могу лично от себя сказать, я ушел из медиаболдинга как раз во время того, когда был АКОН, когда был Орлов, и я не выступаю нигде, кроме вот таких вот площадок и народных мероприятий на семейных. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз хочу обратиться ко всем. Поддержите Диму и поддержите наших артистов, которые многие не имеют возможности сегодня говорить правду, потому что их перекрывает из народ. Мы живем в Кандалах. Сегодня это рабская республика, друзья. И я не могу об этом молчать, потому что здесь стоит куча моих, куча моих сверстников, ровесников и те, кто верит в нас. И особенно очень много их находится вне Калмыкии, за пределами Калмыкии. Извините, пожалуйста, друзья, рекламент запрещает много говорить, но у меня есть здесь пару строк, извините, да, которые я подготовил так же вчера, и я хочу всем всем тоже поделиться им. Я немножко подредактировал и специально приготовил вам свое немного творчества. Мне нужно яркие фразы, я ни под кого не прошу, сюжет победский раз, и что вижу, то пишу, я тихо делаю шум, зависть не выношу и мне раскрывать свою душу, я никого не прошу. Скажу так, моя жизнь это гребаный полус, дорога, экспресс, автобус, пробка, эсэнк, лавтобус, в городе нету света, нет дорог и нет воды, и обиды лишь охраняй, в долгих газных водах. Ты будешь скалкой, стоять в дыму, в полныну слоя, за мой город раскатать, посадь пылаться за святое. Не стоит посмотреть культуру изнутри мира, но ты уже только вам и в душе глаза потри, хип-хоп с газом красным и значком пустим. Откуда ты по Волге, сельница в типорке русских могут дать, берет по культуре, такой прикол по культуре, каждый дождь будет поэт, но я не знаю, сколько мы в нём. Ей! Ху-ху-тар-дю, ху-ш-магна-дю, ху-ху-ху-тар-дю, 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 ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Я сегодня встал утром, одевая очки и смотрю на нашего дорогого трапезников. Ой, как здесь замечательно, как у нас будет процветать город. Какой он молодец, он дерево посадил. Но он привлечет много инвестиций, но призовет с собой своих грушков, которые не дадут нашему городу успешно развиваться нашим землякам. Поэтому призываю, давайте снимемся и вырвать. эти очки и будем смотреть здраво. Хочу немного рассказать о той ситуации, которая произошла с водой на встрече с Ботой Сергеевичем. Сразу скажу, что я не хотел выносить ссоры за сбыв, но так как эта информация стала общеизвестна, то, думаю, правильно будет сказать, со своей гусь, чтобы не было недомовок. Действительно эта ситуация произошла со мной, и произошла она неожиданно для меня. Случилось это так. Я взял с собой на встречу бутылку воды, чтобы попить, так как встреча была, ну, два-триста, час-два. По ходу встречи я вспомнил, что ее мне дали проходящие люди, которые поддерживали меня в денежном пакете. Я решил показать эту бутылку воды Бату Сергеевичу. Из-за того, что народ поддерживает эту акцию, чтобы торбезненько ушел. На что Бату Сергеевич встал? Сначала подумал, что он хочет размяться, так как целую часть сидел на стуле. Но потом он быстро подошел ко мне и встал, как на ринге перед боем и спросил, для чего ты взял эту бутылку? Кто ты хочешь с ней сделать? Честно говоря, я даже не успел отреагировать и сказал так как есть. Я взял ее попить и показать, что это вода от народа. В знак поддержки доводства торбезников должен уйти. еще хочу сказать, стоя в этом одиночном пикете, я получил большую полноценную поддержку от народа. И я теперь уверен, что народ един и против этой кандидатуры. также хочу сказать, что один из активистов самой республики ДНР, он сказал такую вещь, что торбезников хороший пиарщик. Поэтому обращайте на это внимание. У меня все. Пиарщик, 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 Пиарщик. Что мы еще раз показали, что мы народ, что мы едины и что мы хотим действительно отдать свою кровь за народ до конца. Пиарщик, я как и каждый из вас готов умирать за свою республику и за свой народ, и за свои идеи. Я это говорю не ради красного слова, а для того, чтобы продемонстрировать, что мы будем стоять до конца. Первый, первый. Я хотел бы сказать по сути сегодняшнего мероприятия, во-первых, а потом с вашего отношения еще чуть продолжим. Я заместитель председателя общественного совета по развитию колмунского языка при главе республики. Этот совет был создан по моей инициативе и директор центра по колмунскому языку. Я об этом тоже коротко хотел бы сказать, с вашего позволения, потому что это очень связано. Что касается тропезников, я ничего не хочу сказать о нем, хорошо или плохо, потому что я его не знаю. Но я считаю, что он не выдающийся экономист и не выдающийся производственник, если я не ошибаюсь. Наверное, скорее всего, это так. Поэтому, что ему здесь сделать? Что он может сделать хорошего? И у нас есть много своих образованных, грамотных специалистов, некоррубированных, честных, порядочных. Я их лично знаю. Если Батву Сергеевич хочет знать их, я им назову имена их. Да и мы все знаем, да? Правильно? Это так. Теперь я хотел бы сказать немножко шире еще. Вот завтра будет заседание народного хурала республики Главноке. Там наши слуги, слуги народа будут избирать председателя правительства нашей республики. Это очень важная фигура. Зайцева. Какого-то Зайцева. Извините, я говорю какого-то, потому что я его тоже не знаю, как, наверное, большинство жителей нашей республики. Да и сам Батву Сергеевич Хасиков его, как оказалось, тоже не знают. И вот эти такие фокусы случаются у нас, когда на ловлю части и чину закинут нам более рога, такие откуда появляются. Друзья, да, скажем так, кавычка. Я хочу обратиться с этой трибуны народной. Нас поддерживают все жители, думаю, республики. Я хочу обратиться к нашим депутатам. Пусть они проявят ответственность. Очень ответственно подойдут к завтрашнему своему собранию. И покажут они, с кем? С народом? Или с кем они? Пусть покажут. Я об этом говорю, потому что это звенья одной цепи, я считаю. Откуда появился этот Зайцев? Откуда появился этот Трапезников? И так далее. Да, там можно назвать Шварцман и другие имена, которых мы не знаем. Они ничего не сделают для нашего народа, для нашей республики. Разве они патриоты нашей республики? Можно назвать их патриотами? Наверное, нет, да? Я об этом говорю, потому что я считаю, что только патриоты нашей республики могут привести пользу своему народу и своей земле. Вот эти хапогаты, которые в Ордовке и в САР, они же не патриоты. Власти должны прийти патриоты и в Листе, и в республике. Вот Хасиков говорит, что где ваша программа выдвигатель? Программа-то вторична. Главные люди, если будут честные, порядочные, здравомышленные люди, они все сделают правильно. Тимисы? Тимисы. Это так. Теперь второе. Вот я сказал не случайно, я стою заместитель председателя общественного. Ханюк, я не могу сказать, что у Ландии Гэфа, лейтенант, на общественных началах. Много работы пытались сделать, но я скажу с больным сердцем, это было 7 лет время упущенных возможностей. По большому счету, 26 лет у нас это время упущенных возможностей. И сейчас у нас есть шанс развернуть в нужном направлении все дело. Я бился с этим ворвовом, извиняюсь. Бывало, никогда не избегал меня и профессора Пакина, других членов совета нашего. Избегал, потому что мы требовали принять госпрограмму, так и не приняли за все эти годы. Что-то сделано, конечно, но это, по большому счету, все равно время упущенных возможностей. Почему я об этом говорю? Потому что сейчас Бату Сергеевич Хачков, все вместе в совуласти, говорит, Халюк, я не могу сказать, что несколько раз он выспался. Потому что я внимательно слежу, что он скажет про калмыцкий язык. Потому что для меня патриот калмыки, прежде всего, человек хорошо относится к своему родному калмыцкому языку. Тогда для меня он патриот. А потом уже все вторично. И вот за 7 месяцев я написанному пару раз или 3 раза письма, обращение, что надо встретиться, обсудить вопросы по языку. Потому что я уже в этой теме, как никто в другой, наверное, калмыкии вошел, понимает до конца, может быть, эту проблему, как надо правильно какие действия сделать. К сожалению, я к нему пока еще не достучался. Я встречался с руководителем администрации, ченнист Николаевич Абельков. Я с этой высокой трибуны. Я специально сегодня пришел сказать об этом. Во-первых, по трапезникам, конечно. И специально хотел бы обратиться с этой высокой трибуны. От всех уже нас и от всех, кто с нами. Я хотел бы сказать, Владимир Сергеевич, я уже не прошу, как в письме писал, я уже требую встретиться с руководством общественного совета по развитию луководского языка, выслушать наши предложения и принять решение. Поддержите меня? Только патриоты спасут Калмыкию и Россию. И только патриоты побеждают. Поэтому мы победим. Меня что сегодня возмутило? Возмутил один аратор, который в своем раболепии чуть не захлебнулся в своей слюне. Для нас, для аратор Калмыка, самое противное – это раболепия. А теперь я хочу сказать об Ату Хасикове. 7 лет нахождения его на посту главы республики доказали полную его несостоятельность и то, что он является политическим карликом. Ту команду варягов, которую он привел, представляет из себя жалкую картину. под громкие разговоры об инвестициях. Они уже с 20 марта по 8 сентября за 6 месяцев взяли 800 миллионов рублей под гарантию нового правительства. Если следовать логике, то к 20 марту 2020 года они возьмут 1 миллиард 600 миллионов. Это будет и умножить на 5, то будет 8 миллиардов непосильного долга только за первый срок его правления. Дальше что удивляет и возмущает – это его настойчивость, с которой он буквально продавливает фигуру Трапезникова в кресло главы администрации города Исты. Следовательно, здесь он не самостоятельен. Он всего лишь марионетка в руках кремлевских кукловодов. И мне кажется, народ согласен. И я буду говорить то, что хочет слышать народ. Что я еще хочу сказать? Про Трапезникова я сказал в своем видеопрощении, которое набрало тысячи четыре голоса. Я хочу сказать, что Дмитрий Трапезников – это человек, на котором негде ставить печати. Вот! Марион, который воровал гуманитарную помощь у жителей Донецкой области. Военный преступник и предатель своей родины, своего народа. Мы, какой рад калныки, знаем, что делал с предателями наш великий предок Чингискал. Он их убивал. Но мы живем в цивилизованное время. И, исходя из куманных соображений, хотим ему предложить идеальный вариант. Чемодан, вокзал, ДНР! Я рада, в огромном мире. Мне рада, ватель, вальмами! Для тех, кто может быть, поёма. Это очень höхи. Я рада, в путь и мой огонь, Я рада и не могу сказать, что нам не нравится. Я рада, что прессовет того, как есть, Я рада и горячим вас, Я рада и горячим вас. Я рада у нас удивляю, я рада, Я рада проехать. Я рада, И у меня есть 2 сорок выгода и 2 сорок, и у меня есть 2 сорок выгода, и у меня есть 2 сорок выгода. И я нашел мост и объяснилась. Если мы сразу говорим, что вы говорите в письменном, там она которая открывается, и субтитры с письменом, если мы говорим о одodies данное, то есть, то есть, это у меня всегда, но я на самом деле сообщаю о том, что все, что то, что и премьер эти основания, как то он и прежде, Вот так. Что будет ему способен ограничивать, Здравствуйте, свободные люди! Я о трапезниках вообще говорить не буду, потому что, читаю, он недостоин даже, чтобы я его сегодня здесь упоминал. Меня радует, что здесь молодежь организовала этот митинг и собрала столько людей. Молодцы! Молодцы! Страх – это самая сильная преграда. И поэтому надо лишиться этого страха. У того, у кого нет страха, у того нет преград. И здесь один выступающий тревожную информацию сообщил, что 3 ноября собираются они организовать митинг. И это плохо. И власть, которая придумывает такие варианты, тоже не отличается большим умом, я считаю. Потому что меряться силы – это негоже. Мы сегодня собрались для того, чтобы продемонстрировать свою позицию. И я думаю, власть должна услышать и в лучшем случае провести переговоры и обсуждения вот с лидерами молодыми. И они должны собраться и вырабатывать общий вариант. А меряться, кто больше соберет, мы дойдем до плохих вещей. Поэтому все остальное, что я говорил, в своем обращении на ютюбе посмотрел, я видел, что очень много людей. Я думаю, что достаточно того, что я сказал. И поэтому, вот по молодым, вот Адьян очень прекрасный, прекрасный молодой человек, умный, человек, который уже сориентировался в жизни. И мы готовы таких людей поддержать. Я лично не борюсь за власть. Если есть такие люди, я готов быть бесплатно советником или консультантом. Поэтому, дорогу молодым! Спасибо! Миндус, жители Элисты, жители Калмыкии, все, кто проживает здесь, все, кто любит наш город, нашу Калмыкию! Я очень рада, что многие пришли сюда поддержать. Мы синий и намышленники. Я обычный житель города Элисты, обычная мама. И я хочу сказать, что мне небезразлична жизнь наших детей и внуков. Мне мой ама всегда говорил, Я пришла сказать правду. Зачем нам пропитиков? Уходи! Уголов царам! Вообще, прислали нам непонятно кого, непонятно чего, что он хочет. Мы все знаем, как в ДНР, что случилось, кто развязал войну, что там на Украине творится. Сами украинцы, они офигевают, честно. Что прислали нам, говорят, ну давайте пропитичите теперь. Я хочу сказать, что я потомок Айратов, потомок Калмыков. У нас такой скромный народ, мы все будисты, спокойные. Но извините, если нас довести до кипения, мы все терпим, терпим. Вот я сегодня ехал на маршрутке, а мне говорят, а зачем вы тут не едете на этот мигинг? Ведь все равно мы, типа, терпели до этого, ничего не говорили, а сейчас вы проснулись. Но я говорю, извините, а сколько можно терпеть уже? Нам тут ставят вот кого, да? Не будем мы пробиваться, что ли? Да и за что? Все, пропитиков, уходи и давайте будем... Самое главное, что мы патриоты. Я вас очень прошу, давайте не будем, а я хата с вами, да, как говорят там, пословицы. Не будем. Как мы за свою шкуру не будем, мы будем именно вместе мы сила, понимаете? Мы вместе сила. И если мы от Михалюков в Сибири выжили, как наши предки выжили, я не понимаю тех калмыков, которые не поддерживают это. То, что вот сейчас творится у нас такое. Понимаете? Пожалуйста, давайте будем против всего плохого, что желает нашей любимой республике. Ура, Мархалюк! Ура! Меня зовут Сарал Сергеев. Я хотел, во-первых, сказать, что политика непредоставления права на самоуправление, это продолжение сталинизма. Это наш, галмыков, учимляет в правах. Кто поручится в том, что если мы завтра выиграем Трапезникова, нам не назначить какого-то другого халуя. Я требую права выбирать себе мэра, выбирать главу района администрации, выбирать главу Сельского совета. У нас там глава Сельского совета назначает. У нас депутатские списки. Согласовываться именно там с Жириновским, с Югановым. Почему мы не можем выдвинуть своих депутатов? У нас нельзя выдвинуть ни мэра. Я бы не требовал ничего противозаконного. Это закон о местном самоуправлении. Это 31 закон. Высокий поручитель, механизм назначения, это очень преступно. Высокий назначитель, он всегда не под отчетом населению. И так как он назначается Трапезников. Сурков, как в интернете пишет, Сурков человек из администрации президента. Фактически он становится неподсудимым российскому законодательству. Это промоет шаг к злоупотреблению. Эти человека не подсудят и не под отчетят. Кто ему запретит? Воровать или делать преступные вещи? Поэтому я считаю, повестку дня надо углубить. Не только против Трапезников, но надо требовать права выбирать СДМР. Я требую, даешь, мэра? Спасибо. Выборы. Выборы, демократия. А назначение это тоталентаризм и сталинизм. Это учебление толмыков права. Еще хотел сказать Бату Сергеевичу. Я смотрел репортаж, когда он сравнивал себя с Басым Батминычем. 57-й год. Меня это очень сильно обидело. Я могу сказать так, в 57-м году наши предки, мои родители, ваши родители приехали из Сибири с тремя, четырьмя, пяти классами образования. Поэтому нам нужны были специалисты. Мы жили дружно с сибиряками. Сибиряки нас уважали. Двигали калмыков. У нас сейчас половина населения здесь русскоязычного живут и дорогинцы, и чечены. Нормально все живут. Поэтому я хочу сказать, на южных границах всегда стояли калмыки. И меня не устраивает, Бату Сергеевич, то, что вы сказали, что вот не надо сравнить. Если вы хотите быть таким же, как Басым Батминыч Городойков, то вы должны объехать всех крестьян на территории республики. Спросить, что им надо и как им помочь. Нам не нужны меценаты всякие. Вы поймите, вот сейчас, посмотрите, я проезжаю по городу и смотрю. При Кирсане и Ленжинове также были у нас меценаты. Они зашлись, купили полгорода. Теперь в этом городе все эти меценаты сдают в аренду нашим халенгутам одна. Я вот это хочу сказать. Мы сами можем организоваться. Просто нам надо дать возможность. По поводу Трапезникова, я тоже считаю, если он патриот, если он пошел в ДНР, значит, ему надо было оставаться в ДНР до конца. Как это сделали его соратники. Тот, кто стоит до конца, это патриот. А тот, кто бегает с одной стороны в другую, я считаю, это уже предатель. Поэтому я очень рад, что сегодня собралось столько народу. Это хорошо. У нас, калмыков, всегда сравнивали историки так. Среди нас были чабаны, скатократы и воины. Я считаю, что сегодня на площади собрались действительно патриоты и воины. А еще две позиции у нас вышло. Период правления Кирсана и Орлова. Я хочу назвать их, извините за выражение, это безуны и молчаны. Пока они не исчезнут, пока они не исчезнут, у нас так и будет, над нами будут все время издеваться все пришлые. Поэтому я хочу сказать, на сегодняшний день вы, вот мои ровесники, кто младше меня, кто старше себя, все образованы. Вы двигаетесь. Подходите, не стесняйтесь, вы двигаетесь на тот же пост мэра. Почему нет? У нас на сегодняшний день наши дети работают за пределами республики. Они даже приехали со всех городов сюда на митинг. Вот это, я считаю, патриоты. Спасибо молодежи. Я всегда готов поддержать молодых, тех, кто болеет. По поводу калмыцкого языка, тоже мужчина здесь выступал, и я хочу сказать так. Скажите мне кто-нибудь, как называется этот фрукт? Как он называется? Банан, как по-калмыцки? Ну скажите, кезахангут, банан и тёсу. Нам не надо мучить наших детей и внуков. Я открываю этот словарь, я поражаюсь. Верните нам книгу, которая в советское время называлась «Терскенюга». Там были сказки, рассказы. Всё было в то время, понимаете, и понятно. И детям было интересно. Нам бананы и апельсины не нужны. У нас это просто должен быть. Бананан. Меня зовут Сыгаменка Баира. Я именно сегодня целенаправленно не планировала выступать, потому что очень много людей, которые тоже хотят выступить. Но приняла такое решение, потому что на пагоди я тоже являюсь одним из выступающих. Поэтому хотелось бы сказать такую ситуацию на сегодняшний день. После моего выступления мне звонили сотрудники МВД, сотрудники город-дела. Вызывали меня на, не знаю, что, допрос или как ещё это назвать. В общем говоря, что касается именно сотрудников правоохранительных органов, они были очень вежливые, культурные. И между нами так по телефону разговор состоялся. Они сказали о том, что они нас тоже поддерживают, но вынуждены так работать. Поэтому конкретно к вам, господин Трапезников, к вам, Бату Сергеевич, обращение меня, жительницы города Элисты, мамы сына, который родился, учится, ходит на борьбу в Элисте. Я сама, кстати, вот ещё сразу отвечу всем на про Сыгаменка, я калмычка. Видела даже своих прабабушек и прадедушек. Кровь только лишь калмыцкая. Не надо мне приписывать Украину, что у меня муж из Украины и так далее. Я патриотка ещё так. Поэтому, уважаемая наша администрация, именно к вам. Таким образом вы рот нам не закроете. Век интернета я в сеть выйду и скажу всё, что я о вас думаю. Это первое. Поэтому в МВД я дойду, в городил дойду. Но только лишь после того, как я получу официальный документ. И не нарушайте мои конституционные права. Он в свободе мысли и слова. Я никого не оскорбляла. Это первое. Второе. Опять-таки обращаюсь к трапезникову. Вы не думайте, что вот так вот мы будем собираться, митинговать, митинговать. А вы потихонечку, потихонечку и свой срок будете просиживать. И также в соцсетях, я тоже читаю, пишут. Ну, по крайней мере, пускай будет трапезников. От того, что вы митинг ребята-молодёжь проводите, вы молодцы. По крайней мере, он уже так не будет сильно и нагло воровать, как мог бы. Не надо этого вообще допускать. Никаких компромиссов. Не надо вообще. Найдётся любой другой наш калмык. И мы с него будем спрашивать до конца. Вот этих Кирсана и Орлова мы до сих пор потрошим. А вы уедете, и след ваш простыл. Поэтому никаких компромиссов. От того, что мы митингуем. Не потому, что вы чуть-чуть меньше бы увозили из нашей республики. А чтобы вообще вас здесь не было. Это моё слово. И что касается лично меня. Вот адвокатора первый раз увидела вживую. Максим Цитинов. Как бы я их знаю. Сорок. Кто ещё, да, ребята? Нас все объединили в одну кучку. Я, откровенно вам говорю, я первый раз некоторых в лицо вижу. Дайте нам для начала тогда, чтобы нас, организованной чьей-то там шейферочной командой назвать, нам самим между собой познакомиться. Мы каждый вышли со своим мнением. И поэтому одна только лишь тема. Дмитрий Трапезников. Вот просто не доводите до горячего. Калмыки ещё тот народ. Долго терпят, потому что буддисты. Но потомки Чингисхана. Поэтому не доводите до горячего. А всему миру мы просто пример того, что митинг может быть высококультурный. Поэтому это наш город. Спасибо. Да, не все студенты боятся. Я хотел сказать, когда вот началась эта история с Трапезниковым, я, как и многие здесь присутствующие, начал высказываться, писать в соцсетях. И люди меня отговаривали. Многие вот мои друзья, родственники, другие люди какие-то, знакомые мои, они меня отговаривали. Они считают, что мы здесь кто-то куплен, кто-то дурак. Они так и говорят, вот это. Была такая фраза вчера, вот у меня разговор был близкий мне человек. Меня обидно. Потому что у человека такой мнение. Вот, это тупая молодёжь, ведомая за кем-то. И я хочу обратиться к тем людям, которых здесь нет, которые считают, что мы ведомые. Хочу им обратиться к ним. Вам плевать, кто будет мэром, кто будет главой республики. Вам было плевать всегда. Но не мешайте нам. Вот мы хотим высказаться. Мы высказываем своё мнение. Мы сюда пришли. Да, и все говорят, вот, вы раньше молчали, где вы были. Раньше вы были маленькие. Здесь молодёжь, да? Но даже те, кто, допустим, раньше действительно молчал. Сейчас они высказываются. Это хорошо, лучше поздно, чем никогда. Это неверная позиция, что если люди молчали, значит, они должны молчать всегда. Мы должны высказываться. И сейчас вот мой друг хороший, он молодой поэт, пишет халенгар стихи. Он хороший специалист, вот, как говорят, трапезы. У нас полно таких. Вот этот человек, его зовут Эрми Бадмая, он филолог. И он ещё и медик. У него два образования, и он пишет, стихи, он попросил, он для всех нас передать, его стих прочитать. Он филолог. И он пишет, И в конце еще такое короткое обращение, он написал, Это называется гражданское общество. Спасибо вам большое, спасибо, что вы были неравнодушны и не боялись высказать свое мнение. У меня есть мечта. Я думаю, многие из вас вспомнят эти слова. Эти слова первые, которые произнес наш глава республики Батухасиков на своей наугурации. Он сказал, у меня есть мечта. Когда он сказал эти слова, я сразу их вспомнила. Эти слова когда-то сказал Мартин Лютер Кинг на собрании, которое было посвящено защите гражданских прав. И я сразу подумала, ну как же глава республики, который допустил такие нечестные выборы, может говорить о мечте, о мечте, которую он представляет как то, что хочет, чтобы все наши жители были счастливы. Я не верю этим словам. Мартин Лютер Кинг, когда говорил эти слова, у меня есть мечта, он говорил о том, что у него есть мечта. Мечта о том, чтобы все люди, которые живут, были счастливы и у всех были равные права. Равные права на то, чтобы собираться, выражать свое мнение и делать все для того, чтобы все люди жили одинаково. И бедные, и богатые, чтобы все могли довольствоваться и выходить вот на такие вот собрания, унижаться. До чего нас довели? Разве может мечта быть? Разве может человек провозглашать, что у него есть мечта? И доводить людей до такого унижения, выходить на такие собрания, и чтобы они могли только здесь выразить свой голос. У меня есть мечта, у меня уже есть мечта, мечта у такого же жителя города и республики, как и мы все. У меня есть мечта, чтобы после таких собраний, как сегодня у нас, после такого митинга, нас, простых людей, не вызывали куда-либо и не заставляли признаваться в том, что мы что-то сделали незаконно и не делали все для того, чтобы потом у нас в будущем были проблемы. Я обращаюсь сейчас к сотрудникам правоохранительных органов, которые сегодня здесь находятся, в той или иной части своей, и к тем, которые не здесь. Пожалуйста, не будьте узниками своей совести. Мы с вами все жители одного города и одной республики. Соблюдайте закон. Не соблюдайте мечту тех людей, которые против своих жителей. Соблюдайте закон, это главное. И главное, будьте честными. Честными по отношению прежде всего к себе. И не надо нас считать за врагов. Не относитесь к нам как к врагам. Не надо преследовать нас. Конечно, у нас не дошло сейчас до того, как в Москве и в других больших городах. Об этом фактически, может быть, не дошло. Об этом, о том, что происходит в кабинетах органов полиции, знают лишь немногие. И я одна из тех, кто это знает. И это, к сожалению, не афишируется очень сильно. Но знайте, что там происходит не меньше зла, чем происходит в Москве и в других больших городах. Уважаемый Патуй Сергеевич, исполните мечту своего народа. Откликнитесь на его просьбу. Сделайте так, так же, как вы привели сюда Тропетникова. Сделайте так, чтобы он ушел. Я не говорю, чтобы он ушел там в свою, куда-то, в то место, откуда он приехал. Я не могу нарушать его права, если он человек, если он гражданин Российской Федерации стал. Я просто хочу, чтобы он ушел в той должности, которую он не заслужил. У нас очень много людей, которые этого достойны. Их много. Пожалуйста, господин Тропетников, не унижайте прежде всего себя и не унижайте своим поведением нас. Посмотрите на народ, который сегодня пришел. Я думаю, что большинство людей, которые сегодня пришли, наверняка это те люди, которые не голосовали за Единую Россию и за Бату Хасикова. Так вот, я хочу сказать. Это не значит, что эти люди не жители города и не жители республики. Те, кто пришел сегодня сюда, пусть он даже не голосовал за Хасикова и за Единую Россию. Мы тоже люди, достойные. И примите наш голос к сведению. Сделайте то, что мы просим. Тропетников, уходи! Это наш город! Потому что с нами здесь находятся десятки тысяч калмыков, которые были вынуждены уехать из Калмыкии по вине властей. Эти десятки тысяч не только живут в Москве и на Севере. Они живут за рубежом, в Европе и Соединенных Штатах. Так что вы не одни, нас много! Теперь, тут были личности, которые говорили, что мы Един. И вы думаете, что мы Един. Нет, наш народ не Един. Но мы должны стремиться к Единству. А кто, кто делает этот разгол в нашем народе? Власти с 93-го года и Рюмшина, Орлов, теперь Хасиков. Они вносят разгол в наш народ. Мы должны стремиться к Единству, удовлетворению, к достижению наших национальных целей. Народ Калмыкии должен быть свободен. И еще очень важное обстоятельство. Хасиков не первый и не последний вариант на нашей земле. Завтра будет те все народного хурала, где будут наверняка утверждать еще несколько варяков. Вы, я к кому, готовьтесь. Мы должны продолжать наш протест. Не надо просить уважения, надо добиваться. Перестаньте просить торопедников, варяков, уходите. Меня зовут Царен Басанков, в интернете Кюргун. Здесь есть Санал Ачиров, адвокат с Москвы, адвокат. Санал Бюрчев, Адиану Бушаев, еще молодые ребята. Кто-то сам по своим личным до убеждения пришел. Были в начале провокаторы, вы видели. Но вы поймите, мы маленький народ, и сейчас нам надо решить одну проблему. Убрать тропедникова с поста главы нашего города. Мы не хотим, чтобы он был нашим руководителем. Все остальное, если хотите, митинг собрать против власти, против Путина, против Бату. Соберите отдельный митинг, и мы туда, может быть, придем, а может и не придем. Сейчас мы все пришли высказать недоверие тропедникову Дмитрию. Я даже не хочу его называть главой города, потому что я не признаю этого. Вы знаете, что он в интернете много чего пишет, верить этому или не верить, в ваше личное дело. Но попробуйте сами устроиться на работу. Вот студенты, которых пугали, которые сейчас большинство не пришли сюда. Попробуйте устроиться на работу в мэрию или еще какое-то дюжетное учреждение без опыта работы. Вы, большинство студентов КГУ, уедете в Москву так же. Поймите это. Поэтому сейчас нам нельзя распыляться, нам нужно добиться хотя бы одной маленькой победы. Я считаю, что тропедникову просто не место на посту моря нашей столицы, и все. Те, кто смотрят нас в интернете, те, кто сюда пришел, все те, кто в районах наших 13 районов, не бойтесь ничего, говорите, говорите свое мнение, говорите свое слово. Да, может быть, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Это календаркерыхле, фapper, финансового посту моря, а грабство, лиз spending время большие из you, не курят jugarть на fancy world. Те, кто умиряется, это наш город! Это наш город! Это наш город! Пап Aiun бут КРУР, Граю! Все, кто здесь собрались, давайте здесь сразу решим. Все люди, которые здесь собрались, они неравнодушные граждане, у них активная гражданская позиция, я считаю. И давайте создадим организацию общественную, которая будет выполнять функции народного контроля. Представьте себе, вот 3-4 человека в каждом муниципалитете, молодых там, неважно, старость, у которых есть телефон, у которых есть прямой эфир, и которые, если что-то произошло, если они видят то, что что-то происходит незаконное, они могут выйти в прямой эфир, написать в эту организацию, все поддержат. Чтобы не было беззакония, у нас в каждом муниципалитете творится потихоньку под коверные какие-то игры такие. Я хочу сказать, люди, давайте не бояться, давайте все это говорить об этом, и везде выходить прямой эфир. Извините, я... Топинников Дмитрий, в связи с сложившейся ситуации в нашем городе, вам нужно корректно и добробойно сложить свои полномочия. И оттуда... Ты имеешь в виду... Обращаюсь к главе испуслики, к Казикову Бото Сергеевичу. Бото Сергеевич, радый человек, о котором я сказала выше, достойен того, чтобы наши люди, коллеги, вышли. сегодня на митинг. Я считаю, что человек не готовен. Если вы даете свое решение, это не будет... Вы ничего не потеряете. Вы приобретете более уважения, более авторитет. Политика, перегон к своему народу. Элистан, наш город. Тропинка, вод из нашего города. Я заранее записал свою речь, будучи в пути, в дороге из Москвы, поэтому буду немного подглядывать в свою шпаргалку. Во-первых, всеми дорогие земляки! Очень рад всех видеть вас сегодня. Рад, что нерадушных к этой проблеме не осталось людей. Рад видеть, что тут собрались люди разных возрастов, разных национальностей, разных взглядов. И нас всех объединила одна общая беда. Это сеньор тропезников. Абсолютно некомпетентная скверна из Донбасса. И пока эта нечисть не покинет наш город, Элистан не получит международных инвестиций, не проведет ни одного международного мероприятия, в отношении стадиции могут ввести санкции, а соответственно, введут санкции в отношении всей республики. И наш город будет в международной изоляции из-за такого антикризисного менеджера. Народ, мы продолжим свою борьбу с этой отравой. Мы не можем отступить, потому что я считаю, что это уже вопрос репутации народа нашего. Я бы назвал это его назначение как прививкой опасной вакцины нашей республики. От нее, от этой прививки мы можем либо умереть, как республика, либо изгнать чужеродная токсичная тельца из нашего организма. Обращение к Бату Сергеевичу Хайскому. Бату Сергеевич, сохраните лицо перед народом, отправьте своего друга домой, пусть там выполняет свои государственные задачи. Друзья, итогом нынешнего нашего сегодняшнего санкционированного митинга я бы, наверное, назвал требование это инициирование на всех уровнях процедуры возврата прямых выборов в главы города. Прямые выборы в город! И чтобы таких ситуаций, как с этим тропинником, больше не повторялось. Я уверен, будь в Адисе, как во многих других городах России, абсолютно почти во всех городах России существует процедура прямых выборов в главы города, то он сильнее тропинников не имел бы ни малейшего шанса. Поэтому тропинникам уходи! Это наш город! Это наш город! Это наш город! Также у меня нет доверия к назначенцам, нет доверия назначенным Кремлем Бату, который нечестным путем начал заниматься политической деятельностью. В 2010 году он был лишен ученой степени тем, что он полностью сплагиатил свою диссертацию и начал свою политическую деятельность. И его это лишили. Нет доверия к тропиннику. Очень сомнительная личность. В ДНРе он был замечен в мошенничестве, в коррупции, много чем. Он за один год в 2010-м получил два диплома в Кабардино-Балкарском университете и у себя. Это тоже как-то такие не должны приходить в власть. Молодец! Красавчик! Молодец! Также был замечен в... ну... был теракт Захарченко, который был глава ДНР. Его убрали. И только близкие могли, ну, приближенные знать. И некоторые обвиняют его в подстроенном теракте, когда взорвали кафе. и потом он начал продолжил убирать советников Захарченко тоже силовыми способами. Есть в интернете телефонные переговоры. Там все тоже можно проверить, это все узнать. Незаконным путем стал главой ДНР, так как его не должны были назначать, он даже не был вице-премьером, по рекламе то он никак не мог, но он стал главой ДНР. Также журналисты заметили его в коррупционных связях, в распилах, многое в чем, и поэтому он убежал в ДНР. Бросился в семью, там его осталась жена, но потом перебрался в Россию в 2018 году, и целый год о нем ничего не было слышно, и вот сейчас Сурков назначил нам его как главой республики, ну, Элисты. Также по регламенту нашу ЭГС он тоже не может быть, там они нарушают некоторые свои правила, и незаконно как бы сейчас хотят его назначить. Надо этому противодействовать. Россия будет свободна. Красавчик! Спасибо молодому человеку, сейчас Овшеева Валентина, женщина более старого, представитель более старшего поколения. Пенсионер. Привет всем! Батух Васиков в своем обращении говорил, что он в свою команду привлечет талантливую калмыцкую молодежь, молодежь калмыкия. А при чем здесь трапезников? Где нашим молодежь калмыкия? Если ты мужик трапезников, подвинься ради Бога! Я еще хочу сказать, говорят, вот, глаз народа, глаз Божий. Глаз народа, глаз Божий, пришлучитесь голосу народа! Халимгут, Халимгут, Уралан! Уралан! Манах Алимгут, уважаемые жители города и республики, мы предлагаем вашему вниманию, обсуждению и принятию резолюцию сегодняшнего митинга. 26 сентября 2019 года решением городского собрания, исполняющим обязанности главы города и листы, главы администрации города и листы, был назначен Трапезников Дмитрий Викторович. Мы, участники митинга, не согласны с этим решением. Кандидатура Трапезникова была предложена в нарушение действующего законодательства. Глава Республики Калмыкия не мог единолично предлагать кандидатуру Трапезникова на эту должность. нас всех участников митинга очень беспокоит тот факт, что в средствах массовой информации широко распространена негативная информация о Трапезникове. Мы не хотим, чтобы это пятно легло на всю республику. Главой нашего города не может быть человек сомнительной репутации. нашим городом может руководить человек только с безупречной репутацией. Мы участники митинга решили первое обратиться к Трапезникову Дмитрию Викторовичу уйти в отставку добровольно, немедленно. дмитрию 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 Урала приняли изменения в законодательстве и установили, что главой города может быть только человек, который прожил в республике определенное количество лет, пять или еще какое-либо. Мы обращаемся к депутатам Элистинского городского собрания. Незамедлительно отправьте Трапезникова в отставку. Депутаты городского собрания, как вы избрали Трапезникова, так и сделайте все, что вы можете для того, чтобы выборы главы города были прямыми. Обратитесь в Курал. Не только мы, но и вы должны это сделать. Депутаты городского собрания, сделайте так, чтобы в уставе города и месты было правило о том, что глава города будет избираться прямыми выборами народом. и последнее мы обращаемся к главе республики Хасикову Бату Сергеевичу. Мы просим, мы требуем от вас отрешить от должности и от главы города, главы администрации города и от главы листы трапезникова. Незамедлительно обратитесь в Бату Сергеевич, незамедлительно обратитесь в народный хурал и тоже сделайте так, чтобы выборы были прямыми. Мы хотим, чтобы глава города избирался народом. Все, кто за такую резолюцию, прошу поднять руки. Разрешите мне от имени организатора этого мероприятия поблагодарить всех, кто пришел сегодня. Кто пришел сегодня и поддержал нас. Я считаю, что вы, те, кто здесь сегодня находится, очень много людей, которые были, приходили сами высказываться, это очень смелые люди. Я считаю, что мы входим в историю, поскольку на сегодня, сейчас мы творим историю и у нас в Калмыкии зарождается гражданское общество. Гражданское общество, которое не хочет молчать, то, которое хочет делать все по закону. У нас, у ребят есть свой чат, в одном из мессенджеров, где мы переписываемся, что и как мы будем делать. И вчера вечером я написал такое слово, посмотрим, какой у нас калмыцкий народ. И когда где-то без 20-12 здесь людей вообще было мало, и я так расстроился, у меня действительно душа болела, и слезы наворачивали, что народ не придет. И за каких-то 15-20 минут нас стало много. Я не знаю, но тысячи, две, может, три. Я хочу поблагодарить вас, я хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в этом. Да, очень много ребят, которые помогали, они не хотят остаться скрытыми, чтобы их никто потом не предъявил что-нибудь, не сказал по этому поводу. Мы всех их благодарим, все об этом знают, все как участвовал, давали инструменты и еще тому подобное, расклеивали листовки, раздавали там. Все, кто участвовал в мессенджерах, кто сегодня не приехал. Я вижу сейчас здесь очень много представителей районов, как нашего Киченеровска, Черноземельска, Лаганского, Цицелинного. Я думаю, что это единство ведет к тому, что каждый из нас понимает, что любой район за завтра могут привести человека сомнительной репутацией и поставить вот так вот. Мы в своих прямых эфирах, в своих видео мы неоднократно обращались и пригласали всех общественных деятелей, политических деятелей, руководителей, ту же администрацию главы республики, ту же администрацию, то есть мэрию, ту же мэрию пригласали, депутатов Аверсинского городского собрания и депутатов народного фурала. Но никто к нам сегодня не пришел. Это подчеркивает то, что власть у нас без народа. А мы сейчас просто вышли и показали свое единство. И мы, я именно от организаторов мероприятия, благодарю вас, то, что мы показали единство, мы показали свое воспитание, и мы показали свою культуру, когда провели этот митинг, спокойно и все в рамках загракона. Я хочу поблагодарить не только вас, наши жители, но и представителей правоохранительных органов, которые обеспечивают порядок и нормально, грамотно реагируют на всякие провокации. Но мэрии, города и листы я не могу поблагодарить, поскольку вчера вы видели, лестницы стояли там, я записывал видео, я показывал, что лестницы не были, что доступ в сцене был у нас ограничен. Но сегодня утром, непосредственно перед митингом, нам поставили лестницу, предоставить доступ. Но я, никто может быть об этом, я знаю, что вы не знаете, но нам запретили подключиться к этому счету. То есть наше энергоснабжение сейчас у нас идет от двух генераторов, которые тоже нам предоставили люди, которые не безразличны, сторонники, сторонники народа. Я вам хочу, я вчера в своем посте написал, трапезников уже беспредельничает. Вот вам прямое доказательство. Спасибо вам, спасибо, что пришли. Благодарю вас. Это наш город! 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 Это наш... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ